всем привет друзья посмотрите какой штиль сегодня у нас вот это вот фонаря рядом с фонарем там флаг не колыхнется ну и сегодня посмотрите туман какой вот туманный альбион сегодня как раз и показывает себя во всей красе сегодня у нас воскресенье 8 ноября плюс 15 градусов сегодня на нашем острове уайт и вот такой вот молочный туман всю ночь я слышала так как я живу недалеко здесь от берега слышала гудки теплоходов лайнеров и парома вот слышите как гудят так вот вы знаете сегодня мы разговаривали со своей знакомой и что-то разговор у нас зашел про красный крест вы же знаете что сейчас все только и говорят о заболевших этом вирусе несчастном так вот я вспомнила историю про красный крест как меня разыскивал красный крест и вообще как это было что случилось и почему меня через красный крест разыскивали вот сейчас вам попробую рассказать это тоже довольно таки интересная история и наверное будет еще один скелет из моего шкафа это случилось когда я активно уже сидела в интернете на сайтах знакомств начинала искать каких-то иностранных мужчин ну и конечно же тогда это было более 15 лет назад мне тогда еще не было и 50 сейчас покажу вам фотографию как как я тогда выглядела здесь мне 45 лет фотографии не очень удачная но вот именно такие я и размещала здесь мне уже 47 это все город архангельск фотографии непрофессиональные обычные вот такие были размещены тогда как раз на сайтах знакомств но и было у меня тогда много писем и много кто хотел со мной познакомиться и вот в частности я тогда познакомилась с мужчиной которого звали чарльз я уже не помню его фамилию он мне фамилию свою написал сразу и фотографии кучу прислал в общем такой сразу очень активный мужчина он сказал что он в настоящее время живет в штатах но он урожденный англичанин и мать у него живет в лондоне а он хочет сейчас найти женщину переехать куда-то в европу не найти купиться вы сейчас выглядят кофе кофейни то есть вот видите open for take away только лишь с собой вот в той двери заказываете а в этой двери получаете я не люблю take away но вот пришлось взять при том что здесь еще надо сейчас сахар положить так вот про красный крест и про чарльза продолжу вам свой рассказ чарльз когда мы стали с ним переписываться и я стала посылать ему все больше и больше своих фотографий он увлекался все больше я это замечала и в общем уже он попросил чтобы мы с ним разговаривали по скайпу даже немного один раз всего лишь навсего мы с ним вышли в скайп потому что он верил что не может быть что я такая красавица и я одинокая но человек не верил думал что это не моя фотография и поэтому мне пришлось показать себя ему в скайпе тогда разговаривать я не могла вообще по-английски и конечно же там только чуть-чуть немножко мы пообщались но он был удовлетворен тем что он увидел и он стал настаивать на встрече я тогда еще ничего абсолютно не знала как лучше организовать эти встречи где я жила тогда еще в архангельске ну и он сказал что обязательно мы встретимся он сказал что будет лучше я по работе сказал он передвигаюсь очень много бываю в разных европейских странах и вот сейчас был как раз на на дворе уже конец августа он сказал что сейчас будет лучше если мы на сентябрь на где-то на две недели возьмем вот такой вот круиз я сниму гостиницы мы проедем по испанскому побережью мне очень нравится потом заедем в португалию в лиссабон я тебе там тоже покажу красивые места но он тогда еще перечислял вот эти вот испанские курорты коста браво коста дель соль как сейчас помню еще какие-то и для меня вы знаете тогда это было просто ну как будто какая-то абсолютно другая планета и вообще это не обо мне ну то есть понимаете испания португалия лиссабон коста браво коста дель соль побережья средиземного моря где это все это только в мечтах и я из архангельска и я никогда не бывала ни в каких европейских странах боже мой никогда ни в каких я тогда на тот момент по моему пару раз выезжала в турцию и пару раз выезжала в египет ну наверное так же как все наши на тот момент люди не знаю может быть и не все но вот у меня была вот такая вот жизнь и в основном то я ездила всегда только лучшем случае ялту сочи в туапсе иногда я буду отвлекаться друзья как всегда я показываю вам цветы запоздалые осенние на фоне осенней листвы а вот здесь очень красивый парк посмотрите он лиственной и красиво желтеет листва просто как иногда на полотнах художников но друзья не могу не остановиться и не показать вам это я когда начинала вести свой канал очень часто гуляла по вот этой аллее и те кто смотрит давно мои видео возможно помнят такие прогулки я удивляюсь количеству сегодня людей здесь и надеюсь что вам также интересно посмотреть на публику английскую не всегда можно увидеть столько много англичан вот тоже интересная такая штука это две совы и белка из дерева сделана такая как сказать композиция да она здесь стоит давным-давно вот что-то что-то мне подсказывает что это абстракция не всем нравится но хотя бы такое а я практически допила свой кофе вы помните я купила кофе так и вы сейчас допью уже до конца и продолжу с вами свой рассказ вы видите как много людей здесь занимаются спортом как много здесь бегунов велосипедистов странно что здесь скейтбордистов практически нет не знаю почему как красиво опять остановилась опять наслаждаюсь красотой и тишиной ну и так как у нас сегодня туман я вам и не показываю здесь же еще справа у нас океан а я как-то решила показать вам бывает вот такие крикливые проходят группы людей в основном молодежь конечно очень крикливая сбили меня так вот я говорю что я предпочитаю сегодня поворачивать камеру в эту сторону и показывать вам красоту осеннего пар но вернемся к моему рассказу так вот чарльз он прислал мне по-моему что-то четыреста что ли четыреста долларов помню я его не просила но я была очень удивлена этому и сказать по правде очень рада потому что тогда мы жили вдвоем с дочерью дочь училась еще маленькая была и мне было выживать очень сложно ну и в общем дальше больше этот чарльз он мне прислал вот это расписание куда мы с ним поедем он был этим очень воодушевлен он я конечно же согласилась с ним поехать по нескольким странам в Европе но я сказала что если ты будешь снимать отель то конечно же мы будем жить в раздельных комнатах он согласился сразу без проблем очень отвлекают меня может быть конечно на удивление много здесь сегодня у нас гуляет людей как я уже сказала и интересно вам посмотреть но я отвлекаюсь вот вот понятно вам я уже говорю дети они везде дети нашел ребенок лужу тот же прыгнул и меня даже обрызгал класс расписывал как все это получится и что будет и как мы встретимся он мне прислал план всех наших передвижений он также мне сказал что я купил уже билет на твое имя до мадрида по моему был билет и значит ты можешь приехать в москву в шереметьево вот в начале сентября там дата была указана ну в общем он все 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 расписал я уже точно не помню когда это было помню только что в сентябре и значит вот ты садишься а ты подходишь со своим паспортом там уже находят твое твой билет для тебя и мы встречаемся я тебя встречаю в мадриде и дальше я арендую автомобиль с открытым верхом потому что здесь очень тепло и мы с тобой поедем путешествовать останавливаться на одну ночь в каждом отеле на побережье проедем по всему побережью испанскому средиземного моря я в принципе была согласна вы знаете с ним встретиться все нормально почему бы и нет вот тем более что я же говорю что я этого ничего никогда не видела ну и вот мы так переписывались продолжали переписываться с этим чарльзом он мне рассказал что у него живет мама в лондоне у нее там очень хорошая квартира и он там жил это их такой семейный дом и вот он хочет после того как мы с ним проедем по европе значит мы заедем в лондон и он меня познакомит со своей мамой это для меня я же говорю это было просто вы знаете какая то история которая наверное не со мной случилась он все больше и больше спрашивал меня обо мне что я что моя как моя семья есть ли у меня дети почему я развелась ну в общем все эти вопросы мы как то с ним в в своей переписке постепенно постепенно проясняли ну и вот и уже буквально перед самым перед самой нашей встречей перед тем как мне ехать я уже купила билет до москвы уже там смотрела как мне доехать до Шереметьево в общем забирала чемоданы так говорится и вдруг последнем практически письме перед нашей встречей он мне присылает фотографию фотографии у меня конечно подлинной не сохранилась я вам просто показываю что он прислал мне себя вот с такой вот масонской цепью на фотографии как говорится ни с того ни с сего как снег на голову то есть в этом облачении масонов вы знаете я опять же тогда слышала много негатива об этих масонских ложах об этих масонских обществах что у них там бог знает что творится и чуть ли там не какие-то тайные общества закрытые ну и много всякого страшного у нас про этих масонов рассказывали и поэтому когда он мне прислал эту фотографию вы знаете я честно говоря очень испугалась думаю ничего себе мне еще не хватало связываться с масонами и он мне сообщает вот я хочу тебе рассказать я до последнего тебе не рассказывал вот сейчас так как мы уже с тобой практически завтра встречаемся и наверное будем дальше очень близки но просто я должен тебе рассказать о себе все и говорит что я вот состою в масонской ложе и что я тебе потом об этом расскажу что я даже не простой обычный член а вот он там какой-то уже там у них как-то по степеням по-моему я даже точно не знаю посмотрите посмотрите как собака прыгает высоко бесподобно по-моему это собака из этого вот и супер по-моему это собака она в маске снималась как она называется терьер или как вот эта порода собак ну и в общем когда я вот это услышала я-то в общем-то тогда я же говорю мало я тогда мало что знала вообще об этих масонах но я почему-то очень испугалась и подумала что ну вот не хватало мне еще связаться с масоном вот и как-то сразу я приуныла и я поняла что эта история не моя и что я конечно не буду с ним встречаться а как я могла тут все повернуть назад я даже представить не могла и в общем вы знаете как я уже много раз по-моему вам рассказывала что у меня оказалась кишка тонка и я решила что я не поеду навстречу что я не полечу в Мадрид и вообще эта история не моя не хочу я связываться с масонами да еще с такими высокими там рангами а он мне еще сказал что он мне потом расскажет что вот именно он занимается вот этой вот деятельностью сейчас именно что ему масонская ложа платит деньги что именно вот с этими вот какими-то заданиями от масонской ложи он ездит по всей Европе и вот в Америке он тоже был в связи с вот этими вот масонами и получает от них хорошие деньги за свою вот эту вот работу какую-то уж какую я не знаю друзья но я тогда еще раз говорю я была очень сильно напугана решила что нет не буду я с этим мужчиной встречаться вообще ну и в общем отпуск у меня уже был и билет уже до Москвы был и я решила что я куплю сейчас тогда билет до Ростова поеду к своим родственникам потому что отпуск терять конечно же я не захотела но уже встречаться с этим мужчиной я побоялась честно говоря я очень испугалась да я даже не знаю и сейчас готова ли бы я была встречаться с масоном из масонской ложи не знаю друзья очень серьезно это все так вот ну и думаю ладно я конечно ничего ему говорить не буду тут осталось уже мало времени все равно он уже ничего переиначить не успеет просто напишу ему когда приеду в Москву перед самым своим отъездом чтобы он меня не ждал что у меня изменились обстоятельства и вот так то так то а потом подумала думаю да все равно в принципе он прилетит в этот Мадрид уже так или иначе и что у него уже все забукировано ну ничего тут я уже поделать не могу потому что ну если я не прилетела то там это можно все вернуть деньги можно вернуть за билет если билет не был востребован там какую-то часть возвращают ну а так как он мне рассказывал что он довольно таки богатый поэтому ничего там страшного не случилось если все эти забукированные отели он отменил подумала я так и я перестала ему писать я уехала в отпуск на целый месяц я взяла дочку с собой вот ну и конечно же спустя месяц я конечно же помнила об этом Чарльзе ну думаю ладно уже тут не судьба ничего страшного и что вы думаете я возвращаюсь обратно прилетаю в Архангельск подхожу к своей квартире и вдруг я вижу что у меня утыкана вся дверь телеграммами телеграммы написано срочная молния на синем таком бланке как сейчас помню срочно разыскивается значит вот Галина Александровна моя фамилия значит вот разыскивается сначала обычная телеграмма и потом я смотрю что через красный крест и написано что срочно пожалуйста свяжитесь с красным крестом что вас разыскивает человек в общем представляете получилась такая история что этот Чарльз он стал меня разыскивать через красный крест и я тогда честно говоря так испугалась я думаю боже мой я засветилась и вот это вот теперь масон этот он приедет меня тут не знаю что сделает вот ну и я конечно побежала так как они меня приглашали по-моему приглашали на главпочтамт чтобы я пришла и там получила какие-то еще сообщения и письма и сообщила о том жива ли я или что что красный крест запрашивает через международный красный крест запрашивает информацию обо мне в общем было все довольно таки серьезно друзья я помню что я сбегала даже туда и сказала что со мной все в порядке что я вот она жива здорово сообщите пожалуйста что я нигде не погибла а там как раз тогда были такие времена что у нас в москве взрывали метро и были теракты как вы знаете и я ему об этом рассказывала чарльзу и похоже что он испугался что может быть я где-то погибла в каком-то вот таком вот террористическом каком-то происшествии в общем была история очень некрасивая с моей стороны скажем так а больше всего я удивилась тому что они меня нашли просто по моей фамилии потому что чарльз моего домашнего адреса не знал и красный крест все это выяснил и нашел друзья некрасиво закончилась эта история опять наверное конец вас разочаровал потому что никаких продолжений с этим чарльзом уже быть не могло и даже я поменяла все свои адреса явки пароли после того как я сообщила в красный крест что я жива здорова и со мной все в порядке потому что я была уверена что если там запрос международный то они будут землю рыть и меня везде искать запрашивать всякие списки погибших в терактах и с моей стороны это было бы конечно очень некрасиво поэтому я все таки сообщила что я жива здорова и со мной все в порядке но уже чарльзу конечно я больше не написала он по моему там несколько писем мне послал но я даже их и не открыла потому что я представляла что я могу просто испортить себе настроение читая все эти проклятия которые наверное посыпались на мою голову ну и по делом скажем так так поступать конечно некрасиво так поступать нельзя ну хорошо хотя бы то что я его на деньги не развела потому что он был настолько мной очарован и впечатлен что он был наверное согласен даже и деньги мне посылать и наверное тоже вы знаете что тогда в начале в самом когда были очень популярны российские женщины и очень модно было знакомиться через интернет и вот тогда многие женщины этим воспользовались воспользовались в плохом смысле слова то есть было сплошное динамо и разводили иностранцев на деньги очень многие знаете по крайней мере наверное слышали тоже много таких историй хотя и другие истории были что и эти заезжие иностранные женихи они тоже бывало так что приезжали пользовались женщиной снимали там какие-то отели ненадолго женщины наши доверчивые сразу же в койку как говорится и вот этот вот ни к чему не обязывающий секс и на этом заканчивалась вся история знакомств потом этот иностранный жених уезжал и больше и не появлялся где-то где-то снимал очередную следующую доверчивую женщину вы наверное знаете и такие случаи ну а мой случай не похож ни на тот ни на другой как вы понимаете я все таки поначалу была настроена на то чтобы с этим мужчиной продолжить отношения ой посмотрите я остановилась какая красота дождь это не роса это дождь на цветах боже какая прелесть вот такая вот история друзья можно к ней по-разному относиться но возможно тоже кто-то сделает какие-то выводы для себя выводы какие такие что нужно все равно прежде чем с кем-то встречаться прежде чем делать какие-то планы прежде чем что-то серьезное на будущее планировать было бы гораздо лучше если бы вы сначала узнали все об этом человеке и точно так же если бы он узнал о вас как-то по возможности все а на этом друзья я прощаюсь с вами всем хорошего настроения позитива берегите себя пока пока пока